Маленький город в самом сердце тайги Вырос этот город-сказка Небольшой и уютный Яркий и самобытный Вы знаете, что такое северное гостеприимство? Приезжайте, и мы покажем вам всю красоту нашей земли Это суровый крайний север, но сердца людей здесь полны жизни Мы своими руками воплощаем мечту Мы построили газопроводы и станции, качающие голубое топливо стране Мы добываем черное золото Мы заботимся о будущем, растим наших детей в любви и даем им самое лучшее Мы строим дома и открываем новые дороги Мы стремимся идти в ногу со временем Но мы никогда не забываем об истории нашей древней земли За сотни лет до рождения города в этих лесах уже кипела жизнь Здесь обитали кочевые народы И одним из главных занятий их было оленеводство Мы сохранили этот промысел Сегодня на стыке тайги и тундры коренные северяне ведут тот же образ жизни, что их предки когда-то В маленьких деревнях и стойбищах словно и само время течет по-другому Но прикоснуться к удивительным традициям и жизни народов ханты, ненцев и зырян может любой Раз в году оленеводы со всего Белоярского района приезжают на особый праздник в маленькое село Казым День оленевода – событие, которое собирает тысячи гостей и никого не оставляет равнодушным Сюда приезжают гости из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья Праздник проходит на территории этнографического выставочного зала, где воспроизведен быт оленеводов и охотников Здесь можно соприкоснуться с живой культурой, посетить выставки, посвященные династиям оленеводов Увидеть редкие экспонаты, узнать о тонкостях жизни на севере Гонки на оленьих упряжках – главное зрелище этого праздника Здесь азарт, скорость, дух соперничества Здесь ловкость и сноровка, красота и сила Первой проходит самая сложная гонка на рысь, победитель которой станет абсолютным чемпионом состязаний Затем пройдет гонка на мах, но и этого мало Погонщики раз за разом выйдут на старт, пронесутся по трассе, стоя на нарте Потом на лыжах за упряжкой, а еще, сидя на оленей шкуре Победит только сильнейший, самый опытный, ловкий и сноровистый оленевод А затем мужчины уступят место женщинам и подросткам И они тоже покажут свое мастерство Потому что здесь, как в жизни, все по-настоящему Дело отцов продолжают дети И этот праздник крепких традиций и любви к своей земле будет ярким Он запомнится улыбками, танцем, запомнится старинными песнями на языках северных народов К нам приезжают, чтобы насладиться общением с природой Крайнего Севера Сделать фото на память с удивительными и прекрасными животными Оленями, ценней которых для настоящих северян нет ничего А можно сняться и в национальной одежде, чтобы почувствовать себя настоящим аборигеном Все желающие могут принять участие и в состязаниях по национальным видам спорта Метании аркана на хорей, прыжках через нарты, перетягивании палки Для детей организуют специальную игровую программу с национальными играми и забавами Вы увезете отсюда необыкновенные сувениры, с любовью сделанные руками хантыйских мастериц Затейливо орнаментированные варежки и чулки согреют вас в самые суровые морозы А оригинальные бисерные и меховые подвески будут напоминать о незабываемых днях, проведенных в самом сердце тайги Вы попробуете блюда национальной кухни и сможете купить продукцию местных хозяйств Свежую оленину, рыбу, дикоросы, шкуры черно-бурых лисиц А в этом году для туристов на празднике пройдет еще и гастрономический фестиваль «Оленинофест» Здесь можно будет узнать все секреты приготовления блюд из этого мяса и его полезных свойствах Северная сказка ждет вас! Добро пожаловать, друзья!